Здравствуйте! Приветствую вас на канале Про цветок. Сегодня мы поговорим о подкормках лука и чеснока в июне месяце. Мы посадили эти культуры рано, как я вам советовал. Они взошли, но погода этого года, вы сами знаете, отличается очень большим постоянством. Заморозки, холодные ночи, все это поддерживало наши растения. Цвет их такой как бы не очень-очень красивый. Это почему не очень красивый цвет? Потому что этим культурам, корнями, трудно усвоить азот. Холодная почва, холодные ночи, морозные, трудно было усвоить азот. Поэтому в этом году, несмотря на какую заправку почвы, мы необходимо обязательно этим культурам дать азотную подкормку. То есть азотной подкормки я, конечно, порекомендую. Погода как бы была ранняя, весна была ранняя, но как бы все сдвинулось, раньше росло. Но тем не менее, эти возвратные холода как бы завернуло все опять. Завернуло все опять, поэтому вредители никуда не делись. Вредители, которые вылетали в начале мая, они сейчас продолжают вредить нашим градкам. Поэтому мы сделаем такую интегрированную защиту наших культур луковых и от вредителя, и в то же время от подкормки. Что для этого мы будем использовать? Для этого первую подкормку лука и чеснока я советую сделать нашатырным спиртом. 40 миллилитров нашатырного спирта на 10 литров воды растворили и пролили наши растения. Потому что азот, который содержится на нашатырном спирте, он будет служить подкормкой для нашего лука, для нашего чеснока. И в то же время запах аммиака будет отпугивать луковую муху, которая будет стремиться отложить яйца на наших посадках. Не забываем также о том, что эти культуры, лук, чеснок, значит, если нет у вас нашатырного спирта, значит, будем использовать мочевину. Ну, мочевины мы берем одну столовую ложку сверху. Это где-то получается около 30 храм на 10 литров воды. Взяли, развели и опять же пролили. Но для того, чтобы эти удобрения быстрее действовали, нам придется, конечно, сразу пролить наши радочки. И самый главный нюанс, не забываем, что эти удобрения мы льем по раду. Именно не между радиях, а по раду. Поливаем по раду и после этого проливаем чистой водой, чтобы смыть остатки удобрений с нашего перья. То ли лука, то ли чеснока. Да, запоминаем этот момент, потому что всем хочется иметь хорошие-хорошие луковицы. Ну и вот смотрим опять же, что и что необходимо сделать. Подкормки подкормками. Ну и необходимо сделать, смотрите, что если мы где-то посаженные, вот садили тоже чеснок, где-то густовато, ну расстояние между растениями должно быть где-то сантиметров 15. Если у нас состояние меньше, значит, ну, надо поудалять лишние растения. Просто взять, выдернуть и использовать пищу, потому что в заушеных посадках мы не получим богатого урожая. Особенно где это актуально. Это будет актуально в том случае, если ваши растения, ну, как бы рад от рада близко, находятся близко. Но у меня посадка как бы заглушена, но тут же есть еще один нюанс. Опять же, растет рад лука, рад морковки, рад лука, рад морковки. Поэтому я понимаю, что пока морковка поднимется, лук уже вырастет, он растет все-таки хоть заушено в роду, но получаются ему большие междурации. Поэтому этот лук вырастет, конечно, очень-очень прекрасно. Ну, кроме того, не забываем, что у вас также встречается что-то, гниль, шейки луковиц встречаются, различные другие гнили встречаются на вашем луке. Что необходимо сделать? Для этого мы воспользуемся препарат профит, сенная палочка. Берем профит, сенную палочку, и также проливаем обильно наши родочки. Это будет зашито наших луковых культур от болезней, которые будут посягать на наш урожай. Пролили, и мы будем уверены, что уже наши луковицы вырастут хорошими, чистыми, они не будут повреждаться болезнями. Ну, и, соответственно, они будут очень хорошо храниться зимой. Ну, и далее, что мы не забываем, конечно, о наших посадках, что все посадки держим в чистоте. И что самый главный вопрос, который, конечно, очень актуален в этом году, что у нас очень сухая погода в Беларуси. В Беларуси очень сухая погода, выпадает мало осадков. И почва просто-напросто пересохшая, сухая. А и у лука, и у чеснока, хотя они расходят экономно воду, корневая система неглубокая, мелкая корневая система, поэтому они очень нуждаются в поливах. Поливы необходимо делать, ну, хотя бы это самое, один раз в неделю. Хотя бы раз в неделю сделать поливы, потому что сейчас вот критический момент. У чеснока также, у летнего особенно, нарастают корни, у лука нарастают сильно корни. Вот надо развиваться, а земля сухая, поэтому корни развиваются очень слабо. Ну, поэтому сейчас как бы уже ускорить развитие растений можно поливами. Но поливы поливами мы не забываем, что после полива почву необходимо рыхлить. Если у вас участок, ну, вы не можете так часто там пролить, то вы можете пролить, но ехать вы не можете постоянно рыхлить почву. А что мы возьмем и сделаем? В этом году будет очень актуально все между радио замульчировать. Мульчируем чем? Соломой, обычной соломой. Соломой, которая полежала, залежала солома, мульчируем между радио. Это будет сохранять влагу почве, и в то же время солома не будет давать, ну, испараться влаги и не будет образовываться почвенная корка. Почвенной корки не будет, соответственно, наши растения будут развиваться гораздо-гараздо лучше. Ну, это понятно, что я вам рассказал про кипятковки лука-чеснока ярового, вот, но несколько иная картина будет с азимым луком, с азимым чесноком, потому что азимый чеснок, он уже в эту пору начинает закладывать луковицы. Вот, но я чуть позже покажу вам азимый чеснок, и мы с вами поговорим, что можно сделать с ним в нашем случае, вот, и как этот чеснок подкормить для того, чтобы иметь хороший урожай. Поэтому мы сейчас отправимся на наше поле, где у нас растет азимый чеснок, потому что там будет немного другая. Но здесь понятно, азот и вода. Азот и вода, и плюс профит, сенная палочка зашита от болезней. Сделайте, и урожай, и качество вам будет обеспечены. Как я вам и обещал, значит, следующий у нас, мы уже подкормили яровой чеснок, подкормили лук репчатый, ну и, соответственно, мы сейчас пришли к азимому чесноку. Ну, пришли к азимому чесноку, вот у нас азимый чеснок. Что тут необходимо помнить? Значит, азимого чеснока, просто, что возьмите за правило, замечать, сколько листьев находится на растении. Потому что различные сорта имеют от 7 до 9 листьев. Почему это так важно, знать количество листьев? Потому что после закладки этих листьев 7 или 9 появляется цветочная стрелка. И тут посмотрите, что наши многие огородники падают паником. Что чеснок стоял, как стена, зеленый, красивый, но уже кончики где-то начинают, где-нибудь где уже желтеть кончики. И они недоумевают, что можно сделать, каким удобрением подкормить, для того, чтобы эти кончики не желтели. А это очень правильно. Это просто нормальный процесс. Уже чеснока, ввозимого в эту пору, начало появления стрелок всегда совпадает с началом формирования луковицы. В эту пору начинает формировать и нарастать луковица. Поэтому, конечно, стрелка растет в себе вверх, а питательное вещество из весел, отток начинается уже вниз. Начинается вниз к луковице. Поэтому самая важная подкормка зимы чеснока в эту пору, в чем она будет заключаться? Необходимо фосфонокалийное питание. А что оно даст фосфонокалийное питание? Оно даст то, что наши чесноки, зубки будут хорошо вызревать. И луковица, соответственно, хорошо будет вызревать. И будет дольше и дольше храниться. Если вы сейчас станете давать азотную подкормку, это будет, конечно, бесполезно. Почему? Потому что рост вы уже ничего с ростом не сделаете, но ваш чеснок будет храниться очень плохо. Будет повреждаться болезнями и вредителями. Поэтому, что мы сделаем с фосфонокальной подкормкой? Тут есть два пути. Ну, самый простой путь, это, конечно, древесная зола. Ну, здесь больше калия. Здесь больше калия. Поэтому мы можем просто взять древесную золу, посыпать междурадья, протяпать ее. Вот и она останется, как бы будет подпитывать наши растения. Но если вы уже опоздали, стрелки пошли полным ходом, значит, что необходимо, чтобы эта зола быстрее усваивалась? Тогда мы золу будем подготавливать. В чем называется подготовка золы? Значит, мы будем золу как бы расшелачивать. Будем расширать золу, чтобы фосфор стал доступен для растений. А это будем как делать? Беру набираем золу, водички, это самая пол-литра, на ведро воды 200-граммовый стакан золы, литр воды и 120 грамм уксуса. Сливаем, все это перемешиваем, начинает все гаситься, пузырьки перестали выделяться, разводим, раствор разбавляем до 10 литров и поливаем наши растения. Конечно, не каждому захочется возиться с той золой на чесноке. Ну, тут уже есть, конечно, различные варианты. Вы можете использовать готовое удобрение, которое называется монокалий фосфат. Монокалия фосфата вам будет достаточно одной столовой ложки на ведро воды. Размешали, полили растения. Это быстро. Нет монокалия фосфата, значит, что мы можем сделать? Мы можем взять составные компоненты. Мы можем взять тот же самый аммофост, там фосфор хорошо растворяться в аммофосе, но аммофоса надо брать столовую ложку аммофоса и возьмем калий, сенокислый калий. Возьмем сенокислый калий, тоже столовую ложку. Совмешиваем эти два препарата, перемешиваем и обильно поливаем наш чеснок. Ваш чеснок будет такой же великолепный, как у меня. Ну, если у вас, конечно, чеснок лучше моего, попрошу тогда не жадничать, не скупердянничать, а поделиться опытом выращивания такого чеснока. Рассказать, что вы добавляете, как вы добиваетесь прекрасных результатов. Ну, кто следовал моей методике, имеет такой же чеснок, не хуже. Поэтому, я понимаю, технология тоже хорошая. Но, если у вас лучше, поделитесь. Чего? Жду ответных ваших советов, как вырастить хороший чеснок. До свидания.